19 августа Православная Церковь отмечает один из важнейших христианских праздников – Преображение Господне. В народе этот праздник носит название «Яблочного Спаса». Сегодня радость праздника вместе с белореченцами разделила и наша съемочная группа, побывав на Божественной Литургии в Свято-Успенском Храме, которую провел его настоятель Отец Николай. С утра в Свято-Успенском Храме собрались десятки верующих белореченцев, чтобы принять участие в Божественной Литургии Иоанна Златоустого, которую провел настоятель храма Отец Николай. Сегодняшний день Матерь Церковь совершает дивные события молитвенно-памяти, преображение. Ради нас и нашего спасения Господь на горе Фаорской преобразился, собрал своих учеников Петра, Якова и Иоанна и зашел на высокую гору Фаорскую помолиться. И когда молился, лице его преобразилось, как солнце, а одежды были белые, как свет. Удивились ученики, которые увидели своего Божественного преобразившегося Учителя. Воскликнули Учителю, добро нам здесь с тобой быть. Христос готовил учеников к своей смерти. Они должны были увидеть Его в славе, чтобы не поколебаться в вере в час испытаний. В этот день молитвенно, когда мы память совершаем на святой горе Фаорской, является такое дивное событие. С небес облако сходит, которое растворяется возле народа. И все народы окутаны этим облаком. А мы молитвенную память освящаем плоды, святые дары, которые нам Господь дарил свыше. Мы плодоносили деревья, благорастворялися воздухи, приходили ранние и поздние дожди. И мы благодатью укреплялись. И в добром здравии сегодняшний день служим, прославляем воскресшегося, преобразившегося на горе Фаорской Господа. Благодатной Вам помощи, радости Вам, лучезарного света и от молитв, и от поста, от добрых дел. И чтобы мы все пропитались солнцем правды, благодатной силой укрепились. Священники в этот день надели белые облачения, которые символизируют божественный свет, исходивший от Христа на горе Фаор. После литургии отслужили торжественный молебен. Считается, что праздник преображения напоминает людям о необходимости духовного преображения. В храм прийти, свечечки поставить, фрукты, овощи освятить. Ну, благодать такая Божья Божия сойдет на нас. Кто придет, тому как просящим удается. Ну, ты сам Господь преобразился, как солнышко, ясное. Он стал таким светлым, просвещенным таким Богом. Он явился Богом, самим человеком, Богом. Вот, и вот с этого и праздник. В русской народной традиции преображение называют вторым или яблочным спасом, поскольку в этот день освещаются яблоки, самый распространенный плод на Руси, а также другие фрукты и овощи нового урожая.